Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Расставание с женой и после 20 лет брака, тревога и переживания, прежде всего за жену нужна помощь и разобраться с себя. В браке 20 лет, есть взрослая дочь. Последние 3 года конфликты и недопонимания перешли в активную фазу. В результате чего ты уходил из дома, жил отдельно, то возвращался, но было устойчивое желание все же расстаться. Останавливая в основном переживания за жену, в прошлые месяцы по обоюдному согласию подали заявление на развод. Вручу обои грусть, тоска, хотя понимаем, что по-другому, наверное, не получится. Вместе с некоторым облегчением начинается постоянная тревога, сочувствует переживание за жену, что я одиноко, плохо и т.д. Постоянно об этом думаю. После того, как психологически рассталась и появилось ощущение внутренней свободы, общаться и находиться стало легче с ней. Пробав какой-то грустной бреда, появилось это сверляющее чувство жалости в хорошем смысле этого слова. Внутреннюю смуту усугубляет ситуацию с наличием любовницы, с которой вначале был просто секс, сейчас она хочет отношений и переживать, когда я общаюсь с женой. Нужна помощь психотерапевта и психолога, чтобы понять причины, возможно, избавиться от чувства жалости, сопереживания за жену, понять, как ей жене конструктивно помочь справиться с расставанием и разобраться в себе, выработать дальнейшую стратегию действий по отношению к бывшей жене и любовнице. Возможно, в процессе даже придется разобраться с причинами, почему ранее тянуло из семьи. Ну, я полагаю, что вы как-то хотите, чтобы, ну, мужчины, чтобы вам психологи высказали, какую-то идею, да, и вы по этим идеям вот будете уже выбирать себе специалиста. Вот. Ну, давайте попробуем, в любом случае. У вас, почему-то, есть глобальная мысль о том, что ваша жена сама не справится. Мне прямо очень интересно вот эта вот история о том, почему же ваша жена сама не справится без вас. Ну, в том смысле, что вы её вот так переживаете, вот, ощущение, что она вообще без вас сама не справится, ощущение, что она, ну, не знаю, не способна амммм... Да, ей грустно, да, ей тоскливо, это правда, и это нормально, абсолютно нормально испытывать подобные чувства и подобные переживания. Но в то же время это означает, что перед вашей супругой сейчас встают определенные вызовы, которые нужно принимать и учиться жить. Вот, и почему-то вы думаете, что она не справится, почему-то вы думаете, что она не сможет через это пройти, то есть вы как будто бы свою супругу, так же как любовницу, но в меньшей степени, ставите ниже себя, то есть, типа вот они зависят от вас, я думаю, что из этого может вытекать то, что вы в отношениях чувствуете себя одинокими. Когда, вообще-то говоря, вот, такое позиционирование человека, как у вас, оно ведет к тому, что в отношениях партнер просто чувствует себя изолированным. И очень часто бабы мне может быть еще связано с тем, что не просто так вы принижаете свою жену и любовницу, но еще и потому, что, вероятно, они как-то оказывают на вас давление, если вы не принесите человека немножко, то это давление будет для вас более значимым. Вопрос, каким образом вы выбираете себе таких партнеров, которые в отношениях могут использовать какое-то давление, это уже другой вопрос. По моему взгляду, это связано с тем, что не очень-то сильно вы себе доверяете. Вот, но тут нужно более подробно с вами поговорить, чтобы дать какой-то вот вразумительный ответ на этот вопрос. Дальше, сопереживать-то, в принципе, нормально, по крайней мере, я ничего, в сопереживании ничего плохого не вижу. Вот, но вопрос, на мой взгляд, заключается в степени, в степени сопереживания. Вот, если степень сопереживания достаточно большая, вот это может быть проблемой. То есть, когда вы не разграничиваете, например, себя и свою супругу. То есть, вы, как бы, говорите, что, вот, мои чувства, да, и чувства моей жены, это вот, по сути, по сути, как бы, одно и то же. Ну, совершенно очевидно, что это не так. То есть, личные границы, где я, где ты, здесь размыты. Можно и нужно помочь вам их личной границы восстановить. Можно и нужно это сделать. Другой вопрос, да, другой вопрос. Вот, как-то, хотите ли вы сами этим заниматься? Ну, вроде бы, вроде бы, судя по написанию текста, хотите. Дальше. Вы пишите. Понять, как ей и жене конструктивно помочь справиться с расставанием. Поменьше быть вместе с ней. Ну, вот, потому что, ну, появление, условно говоря, как-то вот, появление вас, да, в ее, скажем так, в пространстве, да, в ее периферии, будет, способствовать тому, что у нее могут возникать не совсем хорошие ассоциации, вот. Обсуждать только самые необходимые, вот, самые важные вопросы, без которых нельзя обойтись. Разобраться в себе и выработать дальнейшую стратегию действия по отношению к бывшей жене и любовнице. Возможно, в процессе придется разобраться с причинами, почему ранее тянуло из семьи. А в чем сложность выстраивания стратегии к жене и любовнице? В чем сложность? Ну, вот. Вас ранее тянуло из семьи. Вот, давайте посмотрим. Последние три года конфликты и недопонимания перешли в активную фазу. Пишите вы. Значит, последние три года. До этого, до этого, получается, была еще неактивная фаза. Вот. Но проблемы же тоже были. А с чем эти проблемы связаны? Ну, если вы имеете в виду, допустим, если вы имеете в виду конфликты, если вы имеете в виду ссоры, то у них есть причины. И, в том числе, ваш личный склад в них. Вот. Понимаете, да? Нужно разобраться с этим. Какой у вас вклад в ссору есть. Это очень важно. Дальше. В результате я с чего уходил и думал, что снова возвращался, но было устойчивое желание расстаться. От чего-то убегали. От давления убегали. От угрозы какой-то. Ну, вот угрозы, как раз, и есть тревога. А переживание? Переживание, это нормально. Вопрос в том, как вы с этим обращаетесь? Останавливаю переживание за жену. Ну, опять же, да, то есть вывод как-то вот здесь опять же принижает. Об этом я говорил в начале. В прошлом месяце, по обоюдному согласию, подал заявление на развор. В душе обоих груз таска. Смотрите, в обоих. Так не бывает. В душе у вас. Это нормально. Груз таска, это нормально. Но говорить вы можете только за себя. Не за жену. Понимаем, что по-другому, наверное, не получится. Не получится. То есть вы понимаете, это очень хорошо. Но мы не понимаем, потому что не видим всей истории ситуации. Вместе с некоторым облегчением ощущается постоянная тревога. Сложивание за жену, что я одиноко, плохо и то-то. Вот. Почему она не справится? Почему, по вашему мнению, у нее не должно быть, грубо говоря, такого опыта? Вот. То есть вы ее, не знаю, как будто бы защитить пытаетесь от этого опыта. Вы говорите, что нет, у нее вот такого опыта не будет. Но, еще раз. Почему? Да, безусловно, это неприятно. Ну, в смысле, безусловно, это неприятно. Безусловно, неприятно. Опыт, который сейчас переживает она и вы. Это правда. Опыт неприятный. Ничего, ничего хорошего в этом опыте нет и быть не может. Это тоже правда. Но, вы уверены почему-то, что она с этим не справится? А вот я, например, не очень уверен, откуда у вас такая справится, что ваша супруга с этим не справится. Судя по тому, как вы ее представляете, я имею в виду, как вы представляете свою жену, я могу предположить, что вот у нее не особо здесь как будто бы интересна ее жизнь. Конечно, не могу ошибаться, но выглядит это все примерно. Так. И вот она причина, по которой вы за нее проживаете. Вот. Достаточно созависимость. Возможно, вы находились и находитесь с ней в отношении к созависимым. Почитайте, что это такое. Так. Значит, постоянно об этом думаю. То, что вы об этом постоянно думаете, это чувство вины. И может быть, чувство вины – это злость. Можно обработать его, можно обработать его, можно проагировать, и чувство вины будет меньше. Значит. Так. После того, как психологически расстались, появился шинометр не свободы, общаться, находиться стало легче с ней, пропал груз, но при этом утверждаю чувство жалости. Это хороший смысл этого слова. Жалость никогда не бывает хорошим чувством, поэтому здесь я мог бы с вами не согласиться, говоря о том, что жалость – это тоже принижение человека. Вот. И некое такое его обесценивание, скажем так. На этом всё. Надеюсь, что помогу… А, да-да-да, забыл. Внутреннюю смуту усугубляет ситуацию с наличием любовницы, с которой начало был просто секс, сейчас она хочет отношений переживать, когда я общаюсь с женой. Вот опять же, здесь вы проявляете что? Здесь вы проявляете слабость своих личных границ. Потому что если у вас, я помню, с начала был просто секс, то какая разница, что она хочет отношений. Вот. Какая разница, с чего она хочет? С чего вы хотите? Вот это важнее. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Расставание с женой после двадцати лет до брака является психопразмой для вас и для неё. Самое лучшее, что вы можете для неё сделать, это направить её к психологу, так же как и самому поработать с психологом. Вот. Понаправить её к психологу, чтобы она, так же как и вы, прошла терапию и максимально безболезненно для себя пережила развод. И расставание. Какие-то чувства по типу грусти, тоски, испытывать после этого нормально, ведь закончился большой этап вашей жизни. Это нормально, испытывать грусть? Ну, нужно двигаться дальше. Вот. И если вашей жене, если для вашей жены это проблема, если для вашей жены проблема двигаться дальше, она не знает куда двигаться дальше. Психолог как раз таки и в этом поможет. Всего вам самого доброго. Обращайтесь.